Моя Америка Алексей с нами на связи Алексей, здравствуйте, добрый день Добрый день, Толя Добрый день, дорогие дамы и господа Я начну с небольшой личной истории Я много-много лет работал в ежедневной нью-йоркской газете «Новое русское слово» Этой газеты уже нет И было всего лишь два раза, когда главный редактор отказался печатать что-то мной написанное В одном из затвергнутых материалов Я рассказывал о происходящих в Америке спорах Спорах, следует ли вести в календарь новый праздник, день Мартина Лютера Кинга Я был против И я обосновал свою точку зрения Ну, я, во-первых, написал, что Кинг был связан с коммунистами И, во-вторых, что он был плагиатор Было хорошо известно, что президент Джон Кеннеди и его брат Роберт, министр юстиции Просили Кинга порвать с коммунистами Но он не прислушался к их совету Об этом было хорошо известно О плагиаторстве Кинга было Хороко известно в начале 80-х годов Когда дебатировалось предложение о дне Мартина Лютера Кинга И плагиаторство подтвердила специальная комиссия В 1991 году, спустя 8 лет После того, как Конгресс принял закон о празднике А президент Рональд Рейган утвердил закон Главный редактор позвал меня в свой кабинет И он мне сказал Алексей Георгиевич, мы не можем это напечатать Нас считают организации, уверенные в обратном То есть нас считают организации, которые считают, что нужно праздновать День Мартина Лютера Кинга Но он, редактор, я был молодой Он обратился ко мне по имени-отчеству Ну, так как привык обращаться к каждому собеседнику За годы более чем полувековой жизни в Париже и Нью-Йорке Он увидел мою реакцию И он спросил Алексей Георгиевич, не обижаетесь? Дамы и господа, я не мог обижаться на старика Это была живая летопись русскоязычной иммиграции Все это происходило достаточно давно, в начале 80-х годов И вот эта история почти 40-летней давности Не могла не прийти мне на память В последние дни Когда разразился спор, связанный со статьей историка Дэвида Героу Статья называлась так Тревожное наследие Мартина Лютера Кинга В 1987 году господин Героу получил Пулитсеровскую премию За биографию Кинга И он заслужил славу лучшего биографа пастера Кинга Шестью годами ранее, в 81-м Героу опубликовал книгу в ФБР и Мартин Лютер Кинг В этой книге он критиковал ФБР за шпионаж за пастером Кинга Сомневаться в преклонении Дэвида Героу перед пастером Кингом Было совершенно невозможно Ну, я добавлю к этому, что историк Героу-либерал Называет себя демократическим социалистом Поддерживал в президентской кампании 16-го года Берни Сандерса То есть он человек совершенно безупречный С точки зрения прогрессистов, мечтающих о социализации Америки И вот этот человек, Дэвид Героу, написал о пастере книги А пастер Кинг это культовая в Америке фигура Он разведен в ранг почти что святого Так вот, Героу написал о нем нечто такое, что не могло не вызвать шок Статья Героу была напечатана в ежемесячном английском журнале Стэндпоинт Название журнала переводится на русский «Точка зрения» Номер журнала с его статьей вышел в пятницу 24-го мая В воскресенье 26-го мая О статье Героу сообщила лондонская газета «The Sunday Times» Эту газету читает каждый уважающий себя житель Объединенного Королевства Британии В этот же день, в воскресенье 26-го мая О статье узнали в Соединенных Штатах Дамы и господа, я думаю, логичен вопрос Почему известный американский историк, главный специалист по Мартину Лютеру Кингу Опубликовал статью не в каком-либо престижном издании Престижном прежде всего в своей стране Опубликовал ее в малотиражном, мало кому известном английском журнале Но в самом деле почему? Мы знаем ответ на этот вопрос Газеты и журналы, которым Героу предлагал свою работу Отказались ее публиковать В пятницу, прошу прощения, это была среда В среду 5-го июня газета «New York Times» писала Цитирую, статью Героу Отвергли более чем две дюжины редакции Редакция «New York Times» была одной из тех, что отвергла Статью отвергли не только либерально-прогрессивные издания Как «New York Times», «The Washington Post», журнал «Atlantic» Но и консервативный какой-то консервативный журнал Дамы и господа, я пытался выяснить Какой консервативный журнал отверг статью Героу Я выяснить не мог Левая английская газета «The Guardian» Это левая газета социалистическая Она выдала автору аванс Но затем отказалась печатать статью о том Что «Guardian» отказалась Нас информировал американский журнал «The American Conservative» Информировал со ссылкой на главного редактора журнала «Stainpoint» Майкла Моссбахера «Stainpoint» Напомню, статью опубликовал Вот как главный редактор журнала «Stainpoint» Господин Моссбахер Обосновал решение напечатать статью Я цитирую главного редактора журнала «Stainpoint» Поскольку мы рассказываем ужасные истории О сексуальных злоупотреблениях священнослужителей У нас нет причины лгать Когда имя одного из таких свянослужителей Пастор Мартин Лютер Кинг Дэвид Героу называет в своей статье Кинга Сексуальным развратником Sexual libertine Вот что он в частности пишет в своей статье Цитирую Я всегда считал, что у него было 10-12 других, кроме жены, женщин Но не 40-45 Героу добросовестный историк Он все время продолжал поиски фактов о жизни и деятельности своего героя, пастора Кинга И вот в прошлом году На глаза Героу Попалась записка Попалась в государственном архиве записка С расшифровкой сделанных в Цибиральном бюро расследований записей разговоров Кинга Разговоры пастора прослушивались не только в гостиницах, где он останавливался Его разговоры прослушивались в его доме, в домах близких друзей ФБР наблюдало за Кингом по личному распоряжению министра юстиции Роберта Кеннеди Потому что правительство Соединенных Штатов было обеспокоено связями популярного в стороне пастора с коммунистами В 1977 году федеральный суд запретил придавать гласности в следующие 50 лет, то есть до 2027 года Все материалы ФБР о наблюдении за Кингом Но кто-то, это, видимо, высокопоставленный служащий ФБР Кто-то изложил на бумаге какую-то часть прослушанного И Дэвид Героу, историк, специалист по Кингу, обнаружил эту записку И вот в статье «Тревожное наследие Мартина Лютера Кинга» Героу пишет не только о трех постоянных любовницах Кинга Одна была в Атланте, вторая в Маунт-Вернон, это город в штате Нью-Йорк, третья в Вашингтоне Он пишет «Я в небрачном ребенке в Лос-Анджелесе» Более того, он пишет о сексуальных оргиях с участием Кинга В частности, в Вашингтонском отеле «Виллард» Сексуальная оргия с участием 12 мужчин и женщин В одной из этих оргий, в Вашингтонском отеле Пастор Балтиморской баптистской церкви Логан Кира Насиловал женщину, которая не пожелала участвовать в коллективном сексе Кинг, пастор Кинг, наблюдался смехом за происходящим Изнасилованную он успокоил, цитирую «Этого спасения твоей души!» И пастор Кинг был не только сексуальным развратником, но и тяжелым выпивохой ФБР зафиксировало пьяную оргию с его участием в Лас-Вегасе Ну и прослушивание подтвердило подозрения о связях Кинга с коммунистами В частности, нью-йоркский юрист и финансист Стэнли Левисон Он был советником и близким другом пастора Передал ему 10 тысяч долларов от коммунистической партии В 1983 году, когда Рональд Рейган готовился подписать призы Конгрессом закон о дне Мартина Лютера Кинга Президента спросили, верит ли он, что Кинг был связан с коммунистами Вот что ответил президент Мы узнаем об этом в 2027 году В статье, опубликованной в английском журнале, Герроу, в частности, пишет, я цитирую «Нельзя сомневаться, что нас неминуемо ждет глубоко болезненное, историческое переосмысление и пересмотр» Ну, дамы и господа, далеко не все историки, политологи, журналисты желают переосмысливать биографию Кинга И об этом свидетельствует реакция на статью Герроу Например, что сказала газета Нью-Йорк Таймс Нишани Фрейзер, помощник профессора истории Майамского университета в Огайо Она сказала «Историк Герроу демонстрирует полное неуважение к женщинам, мертвым и все еще живым» В интервью этой же газете Нью-Йорк Таймс Профессор-политолог Бруклинского колледжа Жанин Теохарис заявила, я цитирую эту даму Совершенно безответственно для любого историка ссылаться на такой ненадежный источник, как ФБР Большинство ученых, которых я знаю, накажут своих аспирантов, если они сделают нечто подобное Ну что, дамы и господа, я могу прокомментировать, я жалею аспирантов, которым ученые, руководители их запрещают цитировать что-либо исходящее из СБР О статье Герроу пока не высказался Чарльз Пэйн Это один из ведущих историков правозащитного движения, он был много лет профессором в университете Чикаго В 1995 году Пэйн так охарактеризовал исследования Герроу о пастыре Кинге Я цитирую Чарльза Пэйна Герроу опирается на факты и только факты, как коп в неводе Окей Пэйн сравнил Герроу с героем, демонстрировавшимся в течение многих телесериалов Телесериал назывался Невод Герой лос-анджелеский детектив Джо Фрайдэй И миллионы американцев считали его образцовым полицейским, ибо он всегда принимал решения, опираясь исключительно на факты Процитирую еще раз Пэйна Герроу опирается на факты и только факты, как коп из телесериала Невод Герроу так откликнулся на эту похвалу Я приветствую такую характеристику своей работы Ну вот сегодня, дамы и господа, многие защитники репутации Мартина Лютера Кинга обвиняют Герроу прежде всего в том, что он опирается на информацию из такого источника, как Федеральное бюро расследований Эта же публика старается затушевать общеизвестный факт А именно, решение о наблюдении за Кингом исходило от министра юстиции Роберта Кеннеди Демократы увековечили братьев Кеннеди Джона, Роберта и Эдварда в пантеоне партийной славы И критиковать их как бы недозволено Ну да, конечно, Роберт Кеннеди приказал наблюдать за Кингом, но он ограничил наблюдение несколькими месяцами А вот директор ФБР Эдгар Гувер Ну, он, по мнению либералов, это отъявленный негодяй Так вот, директор ФБР Гувер пренебрег распоряжением министра юстиции И наблюдение за пастором продолжалось несколько лет С октября 1963 года, вплоть до дня его смерти, 4 февраля 1968 Инашинские прогрессивные средства массовой информации Никогда не упускали возможности осудить ФБР за шпионаж за пастором Кингом Слово шпионаж мы встретим едва ли не в каждой статье каждой книги о наблюдении за Кингом А шпионажи пишет Герроу как в книге ФБР и Мартин Лютер Кинг, так и в биографии Кинга Но те же самые прогрессивные средства массовой информации Отметают слово шпионаж, как только речь заходит Ведь мы с вами знаем, заходит сегодня о наблюдении ФБР за помощниками Дональда Трампа в избирательной кампании 2016 года Брит Хьюм, это политический комментатор на телеканале Fox News Сказал, цитирую Брит Хьюма Нет никакой разницы между наблюдением ФБР за Картером Пейджем и за Мартином Лютером Кингом Но вот когда Картер Пейдж, он был, как мы знаем, помощником, советником по внешнеполитическим вопросам кандидатов президента Дональда Трампа Когда он сравнил в интервью газете The Washington Post наблюдение ФБР за ним с наблюдением ФБР за Пастером Кингом То политический комментатор этой газеты и телеканала MSNBC Джонатай Гехард немедленно приструнил Пейджем Никогда, никогда не сравнивайте себя с чем-либо с Мартином Лютером Кингом, никогда Ну, дамы и господа Пейдж и не думал сравнивать себя с Пастером Кингом Пейдж сравнил методы наблюдения, которые использует Федеральное бюро расследования Итак, когда в 1977 году федеральный судья Джон Льюис Смит распорядился закрыть на 50 лет все забытые ФБР сведения о Кинге Полуковой, полувековой юбилей воспринимался как вечность 1907 год 50 лет, когда это будет? Но время летит быстро Сегодня нас с вами отделяют всего лишь 8 лет от обнародования архива записей ФБР Статья Дэвида Героу в английском журнале советует всем нам быть готовым к этому Да-да-да, дамы и господа, всем нам, всей Америке Потому что пастора Кинга почитает вся страна День Мартина Лютера Кинга это общенациональный праздник Как мы воспримем то, о чем историк Героу поведал нам лишь вкратце? Наверное, следует уже сегодня начать готовиться к ответу на этот вопрос Именем пастора Лютера Кинга названы стриты, авеню, бульвары, площади Его имя носят десятки, может быть, сотни школ Не менее 50 колледжей и университетов присвоили ему почетную степень доктора Он лауреат Нобелевской премии мира В 1977 году Джимми Картер, президент, наградил его посмертно президентской медалью свободы В следующем году, в 2020, Министерство финансов планирует начать выпуск пятидолларовых банкнот С Авраамом Линкольном на лицевой стороне И с пастором Лютером Кингом на обратной Вопрос, дамы и господа Может быть, Министерству финансов не следует спешить? Еще вопрос Что будут говорить о Мартине Лютере Кинге Тысячи и тысячи учителей Миллионам и миллионам школьников Нынче мы слышим требования, дамы и господа Постоянно о кардинальном пересмотре нашего отношения Ко многим историческим фигурам Но только три примера Первый президент Джордж Вашингтон Третий президент Томас Джефферсон Четвертый президент Джеймс Мэдисон Нам не перестают напоминать, что они были рабовладельцами И, по мнению политкорректные публики Должны быть сброшены с пьедестала При этом политкорректная публика Намеренно забывает Что Джордж Вашингтон Командовал армией повстанцев В войне за Визависимость И, по мнению многих историков Если бы не Вашингтон командовал этой армией То повстанцы могли проиграть Англии Джордж Томас Джефферсон Был главным соавтором Декларации независимости О чем должны мы думать в первую очередь Говоря о Джефферсоне О том, что он был рабовладельцем Или соавтором декларации независимости Джеймс Мэдисон Его считают отцом Конституции Что перевешивает? Мэдисон рабовладелец Или Мэдисон создатель Конституции Но, дамы и господа Если грехи живущих два века назад Перевешивают их заслуги То как нам с Вами быть с пастором Мартином Лютером Кингом Нашим современником? Я думаю, никто не полагает Я уверен, никто из нас не сомневается Мартин Лютер Кинг Ему принадлежит Видная роль В борьбе чернокожих американцев За равноправие Это факт В этой борьбе ему не служили Препятствиям ни десятки женщин Ни сексуальные оргии Ни пьянства И я полагаю Я так считаю В нашей памяти Пастор Кинг Должен сохраниться Не как половой бандит А как лидер В борьбе за равноправие Точно так же В нашей памяти Джордж Вашингтон Командующий армией повстанцев Томас Джефферсон Создатель Декларации независимости Джеймс Мэдисон Главный инициатор Соавтор Конституции Не следует Скрывать плохое Естественно Но нельзя Преуменьшать Хорошее Дамы и господа Что перевесит Когда будут Открыты архивы В 2027 году И вся страна Узнает Какой был Пастор Лютер Кинг В частной жизни На этом вопросе Я прекращаю монолог Будет небольшой перерыв На рекламу Дамы и господа Не покидайте Дэвидсон ради Не покидайте Чикагское ради НОВА Народная волна Была народная волна И в Нью-Йорке Я работал На народной волне Такой теперь Нет Есть к счастью В Чикаго Не покидайте Народную волну Я вернусь К вам через Несколько минут Ну что же Уважаемые дамы и господа Мы возвращаемся В передачу Алексея Орлова Моя Америка Номер телефона В студии 847-400-5200 Звоните Будем общаться Ну а пока У нас есть Первый звонок Добрый день Вы в эфире Алло Добрый день Добрый день Господин Соколов Я к сожалению Не слушаю Вашу передачу Сначала Может быть Вы об этом Уже говорили Вот какой вопрос Вчерашней речи С Айрадой В Орландо Президент Трамп Совершенно четко Сказал о том Что сейчас Прокуратура Занимается В этой холерии Клинтоншей И на нее Есть сумасшедший Компромат Сегодня кстати Это утром На фокс Автозале А если можно Прокомментируйте Пожалуйста Что вы по этому Были думать Будьте У меня на этот счет Никаких комментариев Нет Мы все знаем Что сейчас Занимается По поручению Министра юстиции Бара Прокурор Конотекутский Даром Занимается Всем что происходило В преддверии Избирательной кампании 2016 года И видимо Он заглядывает И уже За период После выборов Это Известно Более того Была Я думаю Несколько дней назад Статья в Нью-Йорк Таймс О том что Даром Намерен Допросить Двух сотрудников ЦРУ Наверняка Будут допрощены Конечно Сотрудники Федерального Бюро Расследования Дело Может дойти И до Хиллэй Клинтон Поскольку ФБР Как бы Расследовала То чем Она занимается Имеется ввиду Использование Ее личного Телефона Так что Я знаю Ровно столько же Сколько знает Каждый из нас Кто слушает Трамп послушал Вчерашнее выступление Трамп послушает Фокс Идет расследование Когда что-то Станет известным Мы с вами Узнаем Придумывать Что-то Домысливать Догадывать Я просто Напрасно Не хочу Но это 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 Нехорошо Предположение Когда мы Узнаем Факты Будем Факты Комментировать Спасибо Алексей Давайте Принимаем Следующий Звонок Добрый День Вы в эфире Добрый День У меня У меня Вопрос К Алексею Ну Во-первых Хочу сказать Что я Очень Благодарюсь Его За его За его Статьи И хочу Сказать Еще Что 15 лет Тому Назад Я уже Читал Статью О Маркере Лютере Кинге Где Было Практически Написано То же Самое Только Еще Было Больше Сказано Что Он Был Не Просто Сексуально А Забыл Потому Что Тут Прямо В больнице Я Прошу Прощение Мы Вастеряем Добрый Добрый День Вы Тем не менее У меня Есть Небольшой Комментарий К тому Окей Пожалуйста Вчера Газета Газета Уолл Стрит Джорнл Напечатала Большую Статью Приблизительно О том О чем Я вам Рассказывал Кстати Точно Примерно С таким же Выводом Что Кинг Был Такой Секой Но Он В общем-то Был Борцом За права Человека И там Интересный Приводится Факт Это Как бы Это Известно О том Что он Был Бабником О том Что он Был Пьяницей Знали Журналисты Постоянно Следовавшие За ним Это Было Обще Известно Но В то Время В то Время Писать Об этом О чем То Личном Ну Было Как бы Не Принято Ну Журналисты Которые Прекрасно Знали Что Джон Кеннеди Президент Кеннеди Не просто Бабник А Сверх Бабник Они Знали Об этом Они Об этом Не писали Это Было Так Сказать Не Принято Поэтому Вы Совершенно Правы Об этом Как бы Было Известно Но В широкой Печати В главных Средствах Массовой Информации Об этом Никогда Не Появлялось Никакого Слова И Вот Статья Героу В английском Журнале Она В общем-то Приоткрыла То О чем Опять Таки Скажу Было Как бы Известно Но Все Молчали Причем Самое Важное Что В статье Героу Речь идет Не о домыслах Каких-то Не о слухах А речь идет О совершенно Конкретно Прослушанных ФБР И записанных Разговорах То есть Это факт Это не домыслы А это факт И это самое Интересное С моей точки зрения И не только С моей точки зрения И Масса Людей Которые не верят О это Святой Повторяю В 2027 Году Архивы Будут открыты Если кто-то Будет возражать К примеру Найдутся люди Которые Скажут Ну-ну-ну-ну Мы не хотим Чтобы это было открыто Но есть закон О свободе информации Согласно этому закону Каждый Кто потребует Чтобы архивы Были открыты Они были закрыты На 50 лет С 77 По 27 И они будут открыты И нам Но Многим Предстоит узнать Многим В всей стране Всему миру Предстоит узнать Многое такое О Кинге О чем Сегодня Предпочитают Очень многие Молчать Спасибо Алексей Говорите пожалуйста Спасибо за то Что подождали Да Спасибо что Дали возможность Задать вопрос Я еще раз Возвращаюсь К теме Этой Холерии Клинтон А вот Интересно Такое предположение Ею занимается Особый прокурор Президент Трамп Вчера Это совершенно Четко Сказал Там Стотысячная Аудитория Что именно Ею занимается Прокурор Ею есть компромат И над этим Делом Будет работать А вот Байкену Которого Тоже Рыло В пуху И очень Не слабо Он Это дело Учтет Вот он Сейчас Собирается Бодаться С президентом Трампом Он не боится Что когда он Проиграет А потом Трамп Вынет весь Компромат На него И его Посадят Лет на 20 Вот как Почитают По кого Вы имеете Дубай Дина Человек Повесил Трубку Да О ком Он говорит О Байдене О Байдене Ну как Привет Совершенно Прекрасный Вопрос Совершенно Прекрасный Вопрос Меня Я вам Признаюсь Совершенно Удивляет Что соперники Байдена Демократы До сих Пор Молчат О том О чем Уже Пишется И говорится Ну во первых О его Делах На Украине О его Делах В Китае О том Что его Родственник Вдруг возглавил Строительную Компанию Не занимаясь Никогда Строительством И эта Строительная Компания Будто бы Выиграла Конкурс На Строительство Домов В Ираке На сумму Полтора Миллиарда Долларов Причем Известны Слова Главного Владельца Этой Компании Что мы Выиграли Этот Бет Только потому Что Вместе с нами Был родственник Байдена Об этом Говорится Сегодня Открыто Об этом Пишется И я Вообще Надеюсь Я Полагаю Что У кого-то Из Демократов Соперников Байдена Хватит Я не говорю Смелости Или Нерешительности Хватит Ума Сказать Об этом Открыто Поскольку Если Они Не скажут И вдруг Байден Станет Кандидатом Демократической Партии То Когда Начнется Стычка Между Трампом И Байденом То Об этом Наверняка Будет Говориться И сказано Может быть Демократам Полезнее Избавиться От такого Претендента В Белый дом Как Байден Сегодня И не ждать Пока он Станет Кандидатом Демократической Партии Интересная Мысль Добрый день Говорите Пожалуйста Спасибо За то Что подождали Добрый день Скажите Пожалуйста Господин Орлов Вот Ваша Цель Цель То Чтобы Поотменять Сейчас Название Всех Улиц Которые Названы Мартин Дутером Кингом Назвать Забрать У него Нобелевскую Премию Какая Цель В общем-то Вы знаете Как раз Моя позиция Совершенно Другая Моя позиция Заключается В следующем Когда мы Оцениваем Исторические Личности Исторические Личности То мы Прежде всего Я полагаю Если у этих Исторических Личностей Есть Какие-то Действительные Заслуги Какие-то Заслуги То мы Должны Обращать Прежде всего Внимание На их заслуги Ну скажем Роберт Ли Генерал Роберт Ли Памятники Которого Сносятся Он был Он был Военной Науки Военной Техники Тактики Того времени Он был Одним Из выдающихся Военачальников И то Что он делал Изучается Сегодня В военных Академиях Может быть Когда мы Говорим О Роберте Кинге О Роберте Ли Нужно иметь Ввиду Не то Что он Возглавлял Громадную Армию Конфедерации О его Заслугах Как Тактики В тактике И подготовке Армии То же самое Джордж Вашингтон Или Томас Джепперсон Меня меньше Всего Интересует Когда То есть Интересует В оценке Томаса Джепперсона Тот факт Что он был Создателем Декларации Независимости Тот факт Что он купил У Франции Территорию Луизиана Эти два факта Перевешивают То что он Спал со своей Наложницей Рабыней И она Рождала ему Детей То же самое Если мы будем Говорить о Мартине Лютере Кинге Я считаю Что должны остаться И названия Улиц И названия Не знаю Площадей Потому что Мартин Лютер Кинг Действительно Был человеком Который Вдохновлял Не только Чернокожее Население Но и Белое Население В борьбе За равноправие И негров И белых И вообще За равноправие Всех живущих Соединенных Статах Людей Это моя Позиция Не нужно Скрывать Каким он Был Окей Но давайте Оценивать Его деятельность Потому Деятельность Главная Его заслуга Поэтому Я бы не сносил Памятники Мартину Лютеру Кингу Я не переименовал Был бы школы Более того В школе Носящее имя Мартина Лютера Кинга Я бы не скрывал От старшеклассников Нет Учеников Первых Классов Скажем От учеников Одиннадцатого Двенадцатого Класса Что Мартин Лютер Кинг Святым Не был Это моя Позиция Спасибо Большое Добрый день Вы в эфире Добрый день Господа Алексей Как всегда Вы очень хорошую тему Затели Вы знаете То что вы рассказываете Про Мартин Лютера Кинга Давайте возьмем Не так давно Манделу Из Южной Африки Который был террористом Коммунистом И черт знает что И что Из него сделали То есть Что вы плохого Про него Не говорили То есть К чему я говорю Что в двадцатом году Когда расходятся документы Это абсолютно Ничего не изменит Даже предыдущему Кто звонил Боятся Что их будет Переменовать Не будет Но когда касается Других аспектов Допустим Майкл Джексон Который Здесь считался Просто На тап 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 В музыке А сейчас Оказывается Он был педофилом И теперь Многие станции Отказываются Его слушать Но касаясь Марты Лютер Кинга Это будет то же самое Как с Манделой Ни Абсолютно ничего Послушают Скажут что это вранье Конечно И все И на этом Так и закончится Вообще Все что касается Чернокожих Американских Которые Вы знаете Я никогда не знал Когда сейчас был Юбилей Этого Футболиста Который убил Свою жену Да Отчий Симпсон Я работал в огромной Компании Я никогда это не забуду Это в мелоках И мы сидели в кафетерии Смотрели решение суда И когда Вынесли Что он невиновен Вот это Сколько я буду жить Или не забуду Чернокожие Которые работали там Подходили к нам И в лицо Ну что Может он и убил их Но он Но он победил Он победил Он победил вас И это был Какой-то кошмар Все-все Белокожие И сидели С вытянутыми лицами Потому что они Не знали Как реагировать Вы понимаете Ну вот это вот Но я говорю Что ничего не произойдет А скажут Расскажут И ничего Потому что Мандела Он Это люди Которые неприкасаемые Им про них можно говорить Все что угодно Спасибо Добрый день Вы в эфире Окей Вы знаете Это хорошее сравнение Я еще раз звоню И хочу задать вопрос Алексею Сейчас секундочку 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 Мы не знаем Как борца За равноправие В Соединенных Штатах Америки Прощать ему То что Его В личной жизни Об этом просто Нужно знать Это Я считаю Скрывать это Не надо То что вы говорите Многие скажут А это ложь Понимаете Ложь Это Бывает ложь Но когда есть Записи Магнитофонные записи Будут воспроизведены Записи Сделаны Во время его Сексуальных оргий Во всех этих делах То Вам может не нравиться Что Есть записи Но Отрицать факт Того что было С моей точки зрения Совершенно невозможно Спасибо большое за звонок Спасибо Алексей Добрый день Вы в эфире Добрый день Так что Мы должны Обнародовать Поведение Джана Кеннеди ФДР За то что он имел Любовниц Будучи Парализованный Практически Так что Я вам скажу Давайте Во первых То что вы говорите Есть в книгах Давно обнародовано Никто это уже Не скрывает Все это знают Если говорить О Франклин Дилане Розульке Меня меньше всего Волнует Что у него Была любовница Причем Нельзя говорить Любовницей Люси Мерсер У него была Любовницей На протяжении Многих лет Так сказать С 18-19 Года И Практически До его смерти В 45-м году То есть нельзя Говорить о многих Любовницах Одна Окей Мне это Это совершенно Не важно Я когда Думаю О Франклин Дилане Розульке Если говорить Об отрицательном Я во первых Думаю О пароходе С еврейскими Беженцами Пароходе Сент-Луис Это номер один И номер два О том Что были Сосланы В концлагеря 120 тысяч Японцев И среди 120 тысяч Японцев Было Две трети Американских Граждан Вот Когда я Думаю Об ФДР Я думаю Сент-Луис И концлагеря Для японских Граждан А то что у него Была Люси Мерсер Любовница Это его личное дело Об этом кстати Написано Это писано И переписано Ни для кого Сегодня это не секрет То же самое Не секрет Что из себя Представляла Личная жизнь Джона Феджеральда Кеннеди Спасибо большое За вопрос Спасибо Алексей Давайте Наверное Мы сделаем так Если будут еще звонки Я их приму Ну а пока Пожалуйста Ваше Заключительное слово Пока Окей Значит Я хочу Остановиться То Чему мы Вчера были Свидетели И слушатели Зрители И слушатели На выступлении Трампа В Орландо Ну полный зал Во первых Мы знаем Вмещающий 20 тысяч Сидячих мест Не менее 50 тысяч Стоячих мест Этого Громадной Спортивной Арены Плюс Тысячи И тысячи Людей Которые были За пределами Этого Здания Я считаю Что Трамп Произнес Прекрасную Речь Лишний раз Доказав Сравнение Как говорит Байден И как Говорит Трамп Ну ребята Это даже Сравнивать нельзя Более того Сегодня Вы Сегодня мы Уже знаем Значит После Выступления Трампа И На данный момент Его Избирательная Компания Получила 24 Миллиона 800 Тысяч Долларов Ну это Больше Чем Собрали За весь Квартал Все 23 Сколько Там Кандидатов Претендентов На пост Президента Демократической Партии Должен Скаж Что Я Не Любитель Посылать Денежку Политикам Я Посылаю Дамы и господа Я В прошлой Избирательной Компании Я пока Посылал Теду Крусу И Сейчас Я Постоянно Посылаю Нюнису Это Замечательный Совершенно Калифорнийский Конгрессмен Который Возглавлял Комитет По-разведски На него Там Катят Бочки Левые Я Ему Тоже Посылаю Время Это Ремень Денежка Вообще Я Деньги Политикам Не Посылаю Но Услышав Вчера Речь Трампа Она По-нашему Времени Закончилась В 9 Часов 15 Минут У вас Было Другое Время В Чикаго Это Было 8 Часов 15 Минут Я Тут Залез В интернет И Послал Ему Какую-то Денежку Я Считаю Что Речь Была Ну Просто Прекрасная Ну Просто Прекрасная И Уже Сегодня Конечно То Что Говорят На CNN На WNBC Уже Выступление Хиллари Клинтон Джо Байден Джо Байден В Твиттере Написал Заслуга В экономике Трампа Преувеличена Он Просто Развил Успех Администрации Обамы Байдена То То есть Байден Считает Что Сегодняшняя Экономика Началась Подниматься В его И Обама Правление В течение Восьми лет В то время Когда Обама Когда Американская Экономика Воловой Национальный Продукт Рос Едва Ли на 2% Обама Просто Открыто Сказал Всей Америке Всему Миру Забудьте О времени Когда Воловой Национальный Продукт Рост На 3 Более Процента Этого Больше Не Произойдет Никогда Не Случится Что Мануфекчеры Производительный Сектор Заводы Фабрики Будут Возвращаться Соединенные Штаты Строится И Байден Сегодня В твиттере Пишет Что Это Наша Заслуга Что Сегодня Экономика Находится В Хорошем Состоянии Вот Реакция Нынешнего Лидера Гонки Демократов Кстати Дамы и господа Не обращайте Ни малейшего Внимания На Результаты Опросов Общественного Мнения Мое Во-первых Нет еще Кандидата Демократической Партии О котором Можно было бы Говорить И сравнивать С Трампом Во-вторых Вспоминая 2016 Год Мой совет Начать Обращать Внимание На Опросы Общественного Мнения Примерно Через 2-3 Недели После Завершения Съезда Национального Съезда Демократической Партии Съезд Республиканской Партии Будет Первым Всегда Оппозиционная Партия Ой Прошу прощения Съезд Национальной Демократической Партии Должен Быть Первым Потому что Она Находится В оппозиции Съезд Республиканской Партии Будет Вторым Поэтому Начать Обращать Внимание На Опросы Общественного Мнения Нужно На мой Взгляд Не раньше Чем Через 2-3 Недели После Завершения Съезда Республиканской Партии Сегодняшние Опросы Ноль Внимания Ноль Внимания Они Конечно Существуют На них Нельзя То есть Серьезный Человек Я считаю На эти Опросы На сегодняшний Опрос О том Что Трампа Опережает Чуть или не 10 Демократов Там Мичигане В Пенсильвании Еще где-то Это все Пустые разговоры И пустые слова И дамы и господа Следующую передачу Через неделю Будет разговор Совершенно На иную Тему Разговор Будет О том Что Фонду Социал Секьюрити Федеральному Пенсионному Фонду Грозит Катастрофа Эта катастрофа Может произойти В тысяч В 2034 Году Не так много Осталось Ждать Всего лишь Пять Если не будут Приняты Никакие меры Об этом Я буду говорить Дамы и господа Ровно через неделю А сегодня Я вам всем желаю Хорошего Хорошего Здоровья И Хорошего Завершения Сегодняшнего дня Будьте здоровы Дамы и господа Спасибо Спасибо Дорогой Алексей Вам взаимно Будьте здоровы И услышимся На следующий Недели